Рядом Арман Тавлетиаров, генеральный директор МУЗ-ТВ, и он держит руку на плече председателя Оргкомитета конкурса Александра Шенкмана. Ну и вот подбежал Аркадий Укупник, а как же без него? И крайний справа это исполнительный директор «Новой волны», сейчас повернулся он, Игорь Ефремов, исполнительный директор «Новой волны» с латвийской стороны. А, Владислав Третьяк тоже будет играть, потрясающе, хоккеист на футбольном поле, супер. А Сэм Вон делает такие, конечно, песок для него как батут, видимо, потому что... Бегучий конкурсант «Новой волны» из Израиля, который акробатические трюки исполняет на сцене. Но на футболе сам Бог велел. Да, кстати, и вот сейчас он демонстрировал это все, я думаю, что мы еще на протяжении всего матча не раз увидим его сальто, прыжки, что там еще? Кульбиты. Кульбиты, стойка на голове, стойка на руках, стойка на одной руке и можно продолжать до бесконечности. Кульбиты показывает сейчас конкурсантов. Девочки пробуют голы. Насколько я понимаю, на воротах будет один из участников группы О. Генри. Да, совершенно верно стоять у конкурсантов. А у членов жюри посмотрим. Посмотрим, кто. О, вот Юлия Плаксина сейчас из России будет пробовать гол забить. А, переходит плавно футбол в волейбол у конкурсантов. Нормально, что там, господи. Главное, спортивный дух. Во что сыграем, в ту сыграем. Стас Шурин с мячом пробует гол. Нет, долет. Поддержать всех-всех-всех, кто участвует в этом же участии на турнире футболой волны и по пляжному футболу. Вот, ну и команда членов жюри также разминается сейчас. Тоже пробует голы. У них перелеты пока. О, Аркадий Ухупник забил личный гол. Уже матч еще не начался, а один гол уже на его счету. И второй. Вот молодец, а? Вот Николай Агорбаш бил сейчас по воротам. Не знаю, кто стоит, кто стоит на воротах. Если честно, за команду членов жюри и звезд. Одиннадцатый номер, а фамилию мне не разглядеть отсюда. Ну, ничего, окажемся потом поближе. Узнаем. Просят нас немножечко освободить площадку для разминки. Хотя я смотрю, конкурсанты как-то так... А, ну Сэм, Сэмон, да. Сэм, он разминается активно. Конкурсант из Израиля. Один из самых спортивных молодых людей. Вот только что мы действительно говорили. Даже на сцене он умудряется что-то акробатическое исполнять. И вот сейчас и... Опа! Это был не гол, это была пробежка до ворот. Стал Сэм на ворота. Опа! И пропустил гол, забитый участником группы О-Генри. Не, ну есть спортивные... Есть силы среди конкурсантов, среди ребят. Сказала нам участница трио Стайл Микс из Кыргызстана, что есть ребята, которые хорошо в футбол играют среди конкурсантов. Ну а девушки будут украшать это мероприятие конкурсантки. В этом году нет ни одной же дамы среди команды членов жюри и звезд. Вспомнила я, что Нюша говорила нам, что она, к сожалению, не сможет остаться на этот матч. Обычно она принимала участие. Ну, по известным вам причинам, не выйдет на футбольное поле, так же, как и на сцену «Новые волны» Валерия, тоже достаточно хорошо играющая. Подтянитесь, побегайте, попрыгайте. Ну и Лера Кудрявцева тоже, видимо, решила сегодня передохнуть. Ну, у нее достаточно тяжелая работа. Она является ведущей «Новые волны», и понятно, что, конечно, какое-то время для отдыха необходимо унести водичку, чтобы тоже на ножки не попало. Что касается... Думаю, что совсем-совсем скоро начнется матч. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Погода прекрасная, настроение у всех замечательное. Выбирайте, за кого болезнь. Лично мы, конечно, за конкурсанта. Мы с этими ребятами уже с... Ну, недели две, наверное, встречали их на поезде, когда они приезжали. Вот участвовали в репетициях. Ребята приходили к нам в выездную студию радио «ХСФМ-102,7», которая сейчас работает в Юрмале, непосредственно у концертного зала «Дзинтери». Каждый день, кстати, включаете радио с 11 до 17. Все звезды в гости к нам приходят, конкурсанты приходят, дают потрясающе интересное интервью. Вчера была, например, звезда мирового уровня, итальянский тенор Александро Сафино в гостях. И если вы не успели что-то, то всю нашу работу на «Новой волне», всю работу «Микс Медиа Групп», и радио, и портала «Микс Ньюс» можно увидеть в разделе сайта «Микс Ньюс» «Нью Вейв 2014». Заходите, там интересно. jaki quarter «Ньюс» «Микс Ньюс» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все пританцовывают, мячи взлетают аж выше небоскребов, находящихся рядом с концертным залом Зинтери. Жарковато, сочувствую я участникам сегодняшнего матча, но на самом деле, по-моему, жары, они не сильно замечают эту жару. В прекрасной форме здесь есть достаточное количество водички холодной, есть освежающие коктейли для болельщиков, разумеется, так что все необходимое, чтобы почувствовать себя комфортно во время жары и есть. Ну и вот молодые ребятки-футболисты наверняка будут подавать мячи, если они будут вылетать за пределы поля, ну и учиться, учиться у звезд и у звезд и у конкурсантов новой волны 2014. Я отвечаю только одно, что, в принципе, совсем скоро мы происходим. Собираются команды сейчас, действительно, и... Блин, хочется сказать, вот сейчас начнется, да не начинается, но ничего, терпение, терпение, еще раз терпение, действительно, все уже на поле, это главное. Капитанная команда рассказывает важные секреты победы и успеха для каждой из своих команд. В любом случае, те, кто занимается спортом, это уже победители, это уже the winners, потому что без спорта какая может быть жизнь тогда? Долгая, вряд ли, счастливая тоже не факт. Мы сейчас, как совещаем, команда звезд и членов жюри присоединился Стас Костюшкин и замечательный исполнитель, бывшая половиночка дуэта «Чаев» вдвоем, сейчас самостоятельный исполнитель и певец Эмин. Он дает последние рекомендации и Владислав Третьяк, и Александр Румянцев. Стас, здравствуйте, сделаете конкурсантов сегодня? Ну, нам надо быть очень аккуратными, потому что сказали по ногам не бить, Ревзин будет бить потом по причинным местам, если мы будем бить по ногам конкурсантов, поэтому они, скорее всего, будут бить нас по ногам. Здесь такой нюанс серьезный, как себя вести, когда с тобой ведут уже неправильно. Буду пытаться успокоить себя, но не знаю, получится ли у меня это, я очень жесткий. Вы в нападении или в защите? Я пока не понял. Мне жена сказала не передавать мяч красным, все, что я понял. Спасибо, удачи. Эмин, здравствуйте. Будете делать конкурсантов? Будете выигрывать, забивать? Ну, будем стараться, конечно. Пришли ради победы. Вы в нападении, в защите, на воротах. Ну, если пустят, буду в нападении. Удачи. Спасибо. Не передавать мяч красным, сказала же Анастасу Костюшкину, это его девиз сегодняшнего конкурса. Пойдемте спросим, какое настроение у Стаса Шурина. Здравствуйте, ребята. Как настроение? Будете забивать им? Нет! Нет, настроение отвратительное. Я ненавижу футбол. Спасибо. Можно сказать огромное спасибо Лаймфрига за то, что они убедились, что именно мы будем поддаваться. Поддаваться? Но говорят, что они к вам будут снисходительно относиться. Спасибо, спасибо. Спасибо. Все равно она нам не поможет. Все то, что будем проходить на площадке. Ревзин, говорят, велел не бить по ногам и вообще не бить по вам. Конечно, зачем тогда мы в футбол пришли играть, если не бить по ногам? В смысл тогда этого. Давайте разбейте мячом по ногам. На плавание пойдем, или не знаю, кружочек, кройки шитья. Кто из вас в нападении, кто в защите? Я вообще не пойду играть. Я в вечной защите. Мы вот так вот ставим? Я пойду за поламика. В домиках, да? Ладно, мы за вас болеем. Спасибо. Ну вот, Юлия Плакстина из России, Стас Шурина из Латвии. Хочет быть в домиках во время этого матча. Тайшон Колквит позирует с песком. Ну, ему наверняка, представители Америки на этом конкурсе, комфортно на поле. Погодка такая привычная. Чуть-чуть такое в Майами ежедневно бывает. Площадку. А, наоборот. Освободить площадку, выйти на площадку. Ага, а вот теперь наставление от Александра Румянцева команде. После этого, помните, мы с вами что-то делаем, да? Не, понятно. Старайтесь там задницу не рвать. На итальянском это... Но копейца задница. Не разорвать, не перепутать. О чем идет речь? Значит, мы играем пять игроков полевых, один вратарь. Вы должны сейчас определиться, кто у вас вратарь. Это первое. Второе. Пять игроков. Меняемся там каждую минуту, полторы, две, как вы сами решаете. Раз, кто-то должен быть ответственным. Допустим, ты, да, стоишь на борту. Рядом с тобой стоят все заблужденные, чтобы мы не искали. Время идет, оно не останавливает. Ну и так, главная мода команды конкурсантов не рвать пятую точку. Ну, то есть, действительно, поберечь себя впереди еще конкурсный день. Меняться, когда, как только силы заканчиваются, действительно. Ну, у этого турнира, я думаю, если нас сейчас смотрят какие-то серьезные футбольные болельщики, то, конечно, они немножечко будут улыбаться. Здесь свои совершенно правила и даже для пляжного футбола свои. Ну, все-таки надо сделать скидку на то, что не профи играют, особенно со стороны конкурсантов. Знаешь, вот, мне кажется, господин Костюшкина, его нужно было отправить конкурсантам в команду, потому что он единственный, кто скачет по полю, очень доволен и даже показывал, демонстрировал свой накаченный путь зрителям. Он сказал, что жена ему велела не отдавать мяч красным, и это мото его сегодняшнего матча. Ну, и также он рассказал, что не велели бить конкурсантов очень сильно, напомним, потому что, ну, правда, выступать им еще. Вот, продолжается базирование на камеры телефонов, на профессиональные камеры. Мэр Риги Нилушаков, Владимир Винокур, Владислав Третьяк. Замечательные люди на поле. Ну, а вот сейчас сам мэр делает тот же бюро с двумя великолепными, импосантными мужчинами, Винокуром и Третьяком. И еще одно совещание. Совещается Александр Румянцев. То там совещается, то здесь совещается. А сейчас команда жюри или звезд, или как их назвать, а не придумывает свой девиз. Ух ты. Можно подслушать. Будем пробовать. Одна из вариантов. Старый конь борозды не испортит. Хороший вариант, да. Что-то про старого коня все время. Да, 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 идет, да. Конь фигурирует. Он не будет, он не обещал. Витарган, позови сюда. Он один удар должен сделать. А, вот Эммануил Гидонович Витарган тоже обещал выйти на поле и сделать хотя бы один удар. Ну, что-то как-то пока он в стороне. Речевочку, речевочку, такое слово из советского прошлого, пионерских отрядов. Так была всегда речевка. Я помню, у меня еще в школе была. Сейчас речевку репетирует команда. Команда, жюри, звезд, сочувствующих. Я буду говорить команда звезд. Так проще. Все вот тут звезды. Сразу понятно. Да, команда звезд. Действительно, здесь вот и популярные певицы Мины, Аркадий Укубник, Стас Костюшкин, Владислав Третьякну. Трижды, четырежды звезда. Ну, а организаторы конкурса, они тоже звезды. Ну, подошел Эммануил Гидонович. Буду пытаться его уговорить один гол сделать. А конкурсанты тем временем совершили некий громкий и шумный ритуал с воздеванием рук к небу. Да, мы уже тоже надеемся, что это были последние ценные указания, потому что хочется перейти непосредственно уже к игре. Понятно, что зрители должны созреть, болельщики должны созреть, и зреть под таким горячим солнышком можно активно, но должен начаться в матче. Ну, это бывает. А где кроме этого, где мы будем выбивать?